Волшебники Здравствуйте, дорогие друзья! Как прекрасно было бы жить в волшебном мире, там, где незадуманные желания сбываются по взмаху волшебной палочки. Но ведь источником вдохновения всех писателей-фантастов был именно наш непридуманный мир. Волшебство – что-то необычное, загадочное. Что такое магия? Магия – это способ воздействия на человеческую волю, это силы природы и умение управлять ими. Магия бывает черная, это колдовство, и белая, добрая, бескорыстная. Фокус – это ловкий прием, трюк, основанный на появлении, исчезновении предметов, а также опирающийся на разные законы математики, физики и других наук. Иллюзия – это заблуждение, обман. Иллюзионисты – это люди, живущие в фантастическом выдуманном мире. Они создают предметы из ничего. Чародей – это человек, владеющий чарами волшебства. Волшебник. Волшебства владели жрецы, люди, совершающие обряды жертвоприношения. Они строго оберегали тайны своего умения, а фокусы выдавали за чудеса Божьи. Прошло время, и путешествующие артисты, раскрыв большинство секретов в церковниках, начали показывать фокусы на площадях и улицах. Вера в божественные чудеса жрецов пошатнулась, за что церковь сурово начала преследовать фокусников, и их обвиняли в колдовстве. А сейчас мы с вами познакомимся с некоторыми известными фокусниками. Гарри Гудини – американский иллюзионист, называемый королем цепей. Он отмыкался двери, его сажали в камеру, замыкали двери, ставили рядом полицейских, а он все равно оказывался на свободе. Гарри надевали длинную рубаху, бросали в реку у закованного в цепи, а он выныривал, освобожденный от них. Эмиль Гио был первым иллюзионистом, который стал демонстрировать трюки не на сцене, а на церковой арене, где они обозревались со всех сторон. Первым начал задавать зрителям интеллектуальные задачки и головоломки. Первым использовал некоторые принципы фокусов, которыми иллюзионисты следуют до сих пор. Дэвид Коппертфильд – американский иллюзионист и гипнотизер, известный своими зрелищными фокусами. Может прятать самолеты, вагоны, но для показа таких фокусов ему требовались группы помощи в 50 человек. Амаяк Арутюнович Акопян – артист эстрады кино-цирка «Иллюзионист». Мог перевоплощаться в кого угодно – факира, бабу-ягу, иллюзиониста, режиссера, сын знаменитого циркового иллюзиониста Арутюна Акопяна. Будучи ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши», Акопян радовал малышей своими фокусами, сыграл 35 ролей в кино, объездил со всеми оригинальными номерами 59 стран, лауреат пяти международных премий, обладатель специального приза за пластику, заслуженный артист России. Сложно представить детскую литературу без темы волшебства и чародейства. Образ волшебника встречается в фольклоре практически всех народов. Например, Мерлим из цикла «Легенд о короле Артуре». Кроме волшебников такого рода, в волшебных сказках встречаются так называемые волшебные помощники, помогающие главному герою. Например, «Серый волк» из сказки о Иване Царевича и Сером Волке. В 20 веке авторы литературных сказок и фэнтези использовали образ волшебного помощника, но со значительными изменениями. В такой интерпретации помощник переставал быть бесправным существом-инструментом, появляющимся в нужный момент. Вместо этого он активно вовлекал героев приключений и в дальнейшем оказывался чуть ли не одним из самых важных персонажей. Сказки про волшебников и колдунов, захватывающие истории, полные невиданных чудес и неожиданных поворотов сюжета. Магам под силу то, что не подвластно обычным людям. Они могут повелевать стихиями, исцелять болезни, читать мысли и видеть спрятанные сокровища. Если человек алчен, груб и жесток, встреча с колдуном не сулит ему ничего хорошего. Добрые и бескорыстные герои, наоборот, получают от волшебников исполнение заветных желаний, ведь в сказках всегда торжествует справедливость. Волшебник изумрудного города. Сказка Александра Волкова. Необычная история маленькой Элли, попавшей из Канзаса в необычную страну из-за урагана, завораживает удивительными приключениями. Чтобы вернуться домой, ей нужно идти в изумрудный город, к Гудвину, самому могущественному волшебнику страны, Оз. Кто будет сопровождать девочку в пути, кроме верного пса Татошки, и кем окажется правитель изумрудного города? Аладдин и волшебная лампа. Народная арабская сказка. В ней поведано о сыне портного Аладдине. Однажды юношу на улице останавливает мужчина и представляется дядей Аладдина. Что ждет юношу после этой встречи, узнаете в сказке. «Чарли и шоколадная фабрика. Рольд Даль». История этой книги начинается с шоколадного магната Вилли Вонки. Он уже в возрасте, а потому всерьез задумывается о наследнике для своей фабрики. Так как детей у эксцентричного Вонки нет, он объявляет конкурс. Пятеро ребят, нашедших золотой билет в его шоколадках, плитках, отправляются на экскурсию по фабрике. Уж из них-то он присмотрит себе достойного преемника. Ни жадного, ни хвастливого, ни самоуверенного и ни ленивого. А выбрать лучшего ему помогут волшебные существа. Умпа в Умпы. «Чернильное сердце» – первая часть трилогии знаменитой немецкой писательницы Корнелии Вонки. В центре повествования отважная 12-летняя девочка Мэгги и ее отец, обладающий чудесным даром. Когда он читает книгу вслух, ее герои оживают. Правда, взамен кто-то из слушателей оказывается в придуманном писателем мире. А как известно, в книгах бывают не только добрые персонажи. «Гарри Поттер и философский камень» – роман британской писательницы Джоан Роулинг. 11-летний мальчик-сирота Гарри Поттер живет в семье своей тетки и даже не подозревает, что он настоящий волшебник. Но однажды прилетает сова с письмом для него, и жизнь Гарри Поттера изменяется навсегда. Он узнает, что зачислен в школу чародейства и волшебства. Выясняет правду о загадочной смерти своих родителей, а в результате ему удается раскрыть секрет философского камня. Волшебство – это великий труд. За одним взмахом волшебной палочки стоят огромные знания, без которых не достичь желаемого результата. Поэтому настоящий волшебник – это тот, кто много знает и использует свою силу на благо людям и окружающим мире. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok